Тени можно наносить на подвижное веко и прямо вверх до брови. В уголках глаз растушуем границу перехода, чтобы она была незаметна. Чтобы создать иллюзию больших глаз, я использую два разных оттенка, средний коричневый и более темный серо-коричневый. Большой кистью для теней начинаем наносить тени в складку верхнего века прямо под бровную кость. Эту кость легко найти. Достаточно нащупать выступающую часть под бровью. Итак, просто поместите кисть в складку века и нанесите светло-коричневые тени. Тем же оттенком тени подчеркните нижнее веко, чтобы форма глаза была завершенной и круг теней как бы замкнулся. Старайтесь не наносить тени слишком близко к линии роста нижних ресниц, поскольку внутренняя часть глаза должна оставаться как можно более светлой. при нанесении самых темных теней старайтесь уйти как можно выше, продвигаясь вдоль линии роста ресниц. Нарисуйте маленький треугольник, приподнимаясь от ресниц к складке верхнего века. Участок около носа оставляем как можно более светлым. Добиваемся постепенного перехода тона через средний в середине глаза к самому темному в уголках. Здесь также важна тщательная растушевка, чтобы не были заметны границы перехода тонов. Если у вас тяжелые веки или морщинки вокруг глаз, старайтесь избегать слишком блестящих и мерцающих теней. Светоотражающие частицы могут усиливать эффект тяжелых век и делать морщины более заметными. Редактор субтитров А.Семкин